Ах, какой у меня простивый бутылок. Ах, это чаепитие, как в Париже. White Nights in Saint Petersburg. Сейчас себя крупным планом ещё посниму. Да, ну чем не жаркие страны? Такая шикарная погода сегодня в Петербурге. 28 градусов тепла, какой вечер. Белые ночи. Белые ночи. Тепло. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Так, здесь нужно... На зарядочку. Компьютер на зарядочку. Такой чип. У меня уже чипок я поднимала. Ну что, интересно? Обратите внимание. У меня, конечно, в квартире включен свет. А так вообще видеокамера, мой ноутбук стоит на балконе. Смотрите, какая съёмка. Смотрите, какая съёмка. В принципе, как вечером. Как вечером. Но уже она у нас... Куктанк. Её времени... Времени много. Так что вот такие вот дела. Ну что, я теперь пересказываю на коротких видео то, что я говорила на моём 28-минутном видео. Да? Угу. Теперь я пересказываю, что я на том же дом сказал. И, конечно, такая... Вот. Я подумала... А, ещё что такого я там интересного говорила? Я говорила, ну... В принципе, что нам ждать в домкассаторскую машину? Вот. Зачем ждать? Когда я придумала, знаете, такую... Думаю, сделала такую вечеринку. Вечеринку загружила мою страницу ВКонтакте. С Верина Салманом через Дэпиз. Похотов встает будем через Дэпиз. Огромное количество лакжури... Лакжурри... Лакжурри... Лакжурри тинкс. Вот. Ну и ... Лакжурри тинкс and others. Лакжурри тинкс and others. Вот. Вот. Я там уже загрузила часть, самые дорогие в мире десерты, самые дорогие в мире блюда, самые дорогие в мире рестораны, вот, что там еще там можно, знаете, самые дорогие в мире машины, самые дорогие в мире яхты, про драгоценности я уже тоже загрузила. И можно посмотреть. Понимаете, посмотреть, вообще как-то обыграть, обыграть, в связи с тем, что, ну, кто смотрит на творческую студию позитивного мышления, села позитивные мысли, я же вам рассказывала про Наталью Правдину, про Джона Кеха, что Наталья Правдина представляла себя в Америке, что она миллионер, записывала там чеки, вот, и Джона Кеха, да, знаете, что там сигара у нее дымится, в общем, и Джон Кеха, выходила, когда жил в трех звездочном отеле, жил в пятизвездочном, ходил в пятизвездочном отеле, вот, и впитывала там атмосферу, атмосферу лобкоши, вот. Так что, вот, вот такие вот дела, такая у меня задумка, это по поводу арт-вечеринки, вот, я просто посмотрела, я сейчас у меня, когда я включилась к интернету, смотрю, у меня там высветилась на странице ВКонтакте, смотрю там в группу арт-вечеринки, это у людей как бизнес, вот, а я просто как бы идея, я просто быстренько посмотрела, даже не стала там вдаваться в какие-то подробности, вот, я знаю тематику, которая меня интересует, я подумала, что, ну, это не то, что арт, а это можно как-то немножко по-другому, какое-то название немножко по-другому сделать, вот, а вообще мне это как бы интересно, вот, и для моей творческой студии, в рамках, вообще, интенсивного мышления, аффирмаций, расширения зоны комфорта, и по-другому, по-другому, так что, так что, вот такие вот дела. Ну, кто, может быть, что не знает, я автор книги «Тайная психология денег, скреты, богатства и процветания», вот, с вами я, Татьяна Салмановна Макту, сайт «Вин». Так что, вот это сказала, это сказала, что там еще на таком видео было, ну, потому что я говорила немножко-немножко как-то, я по-другому, немножко так-то, по-другому, про цветы, там, у них как-то какие-то про цветы, ты говорила, шикарный-шикарный букет, вообще такие шикарные, вообще цветы пионы, ну, вот, и, конечно, конечно, что? Ну, да, с ним целый день была не так, каким-то там, как дела по магазинам, ну, я хотела бы маленько, шли кафе, такие, знаете, немножко под этим, такие открытия, на самом деле, конечно, лето, лето, оно, в общем, располагает, отдыху, понимаете, отдыху, ну, вообще, сидеть, наслаждаться, теплыми, знаете, особенно, ну, может быть, знаете, какая-то 28, на солнце, вообще, питерская погода какая, потому что, в тени, в общем, в принципе, какая-то такая-то погода, не совсем, как-то, ага, сегодня такой ветер был, в принципе, такой ветер, вот, а ведь вечерами, потому что в жарких странах, я была в очень многих странах мира, я была больше, чем в 25 странах мира, вот, и в жарких странах я была, таких, как Таиланд, Кипр, вот, Доминиканская республика, Бали, вот, Сингапур, что там, Италия, Испания, несколько островов, я уже забыла, там, несколько этих островов, как-то, всегда забываю, как-то, они звучали, как-то, эти острова, как-то, они звучали, даже один раз я была на юге, много-много лет назад, когда мне было 20 с тем большим, я была на юге, на нашей убилке, знаете, как у нас принято, знаете, как-то, вот, в советские времена, вот, были уже такие постперестроечные, но, все равно, как-то, там, знаете, все, как-то, немножко, наверное, менялось, знаете, по-дикарем, там, снять какое-то шеледо, знаете, как, знаете, по-советски, в общем, по-советски, хотя со временем, я так понимаю, что те люди, которые путешествуют, покупают путевки, а, в Турции я еще была, многие, знаете, там, это, в Турция, знаете, кто ездит, а, еще в Тунице, и вот еще что, в Турция, Тунис, вот, кто, знаете, привык ехать, ехать в Сурцию, они, конечно, требуют, там, не знаю, там, 5 звезд, если они покупают, знаете, я могу же купить горящую путевку, кто ездит по горящим путевкам, знаете, я была, я ездила в Испанию по горящей путевке, вот, и даже, знаете, если с кем там шеа, шеа рома, как бы это даже дешевле, и горящая путевка дешевле, если это, знаете, такой вот сезон, такая горящая, можно, в принципе, вообще, ну, достаточно дешево купить, а какие, знаете, в 5 звездах, там, вот эти вот, эти завтраки, ужины, ну, и вообще, то есть, обслуживание, как-то вот это, то есть, я понимаю, что, наверное, наш курорт, и со временем, я просто сужу это по фильму, который у меня загружалась, сама не была, один раз в себе не была, знаете, вот, я говорила, да, ну, дочь, когда она была 20, знаете, вот, небольшой, на нашем, на нашем вилке, так что вот. Хотя у меня есть фото, где я маленькая-маленькая, такая, знаете, возраста детского сада, тоже там на вилке, ну, в общем, как-то вот, как-то было давно, можно сказать, Татьяна Салмановна, там, не помню, Татьяна Салмановна, ну, столько лет назад было, ну, если это было, знаете, 40 лет назад, 40 лет назад, или даже 40 с лишним лет назад. Ну, фотографии у меня есть. Ну, не будем об этом, не будем об этом, я просто, у меня есть такой фильм, я бы сейчас посмотрела, что вроде как и в Сочи, там, такие отели, вообще, честно говоря, вроде как это, знаете, вот это вот, такой вот, там, такой, знаете, как-то, даже по Турции, вообще, как-то, знаете, такой вот, другие, как-то, знаете, не станут назвать, или какие-то, там, определенные отели, вот, хотя, наверное, даже, в принципе, наверное, даже наши, когда едут сюда отдыхать, они как-то стараются, наверное, их вот туда, где меньше русских и больше иностранцев, меньше русских, и больше иностранцев. По крайней мере, такое веяние в этих самолетах, слышала, что, в общем, как-то наши предпочитают, поскольку я-то ездила вообще без, так скажу, без российских, знаете, там, где я был, в принципе, а, нет, почему, это же я здесь, нет, как, нет, это я ошибаюсь, я же ездила и в Париж, я ехала по-нашему этому, с нашими этими туристическими группами, пять раз я была в Париже, с нашими туристическими группами, купала кучевку и ехала, вот, только вопрос в том, что я с ними по искусствия не ходила никогда, ну, там, летишь в самолете, сел с самолета, летишь, прилетел там в отеле, я, как бы, там, это, своими делами занималась, там, магазины, там, вот это вот, так что вот, я там не ходила на экскурсии с ними, вот, поэтому как-то они миновали, так как-то их не помнил, ну, то, что по я ходила, что это, и обратно в самолете, видишь, так же было и в Доминиканской республике, ну, вот, ну, такие дела, Италия, Испания, что там курорт, я прилетела, на курорт заселился, там, это пляж, там, вообще, тоже, я особо не хочу кушать, ну, в смысле, в смысле, не групповые тури, то есть, как бы, такой групповый, но такой пляжный, такой пляжный отдых, он предполагает заселение в отель, вот, и, в общем, там, что там завтрак, или завтрак, или ужин, или просто завтрак, ну, вот, что там ходит в такой, ну, вот, в тёпке, вот. А потом, это, знаете, наверное, на этих отдыхах, когда они приезжают какие-то вот такие вот, когда там это пляжный отдых, они там это расселились, в этот стул, где всё включено, спиртные напитки, а в Париже, там, пять раз в Париже с этими группами, люди, наш турист, он там приезжал, уже рассказывала, в моем ладжонаре об этом, наш турист туда приезжал, приехать все эти экскурсии, посмотреть, в общем, на все экскурсии вообще сходить, всё это посмотреть, понимаете, у вас будет заплачено за это, потом говорят, что они будут в Париже, вот. Мы такие вот дела, наши туристы такие особенные, поэтому там некогда с какими-то лишними делами, то есть я не могла, чтобы эта группа в чём-то там лишнего, знаете, они пока там, у них с утра пешие прогулки до самого вечера, а к вечеру они такие вообще уже уставшие, то только спать, на подъем их очень рано, так что они к концу недели, как, я показала, как выжатый лимон-то, не то, что отдых, а не знаете, как это вообще такое, вы знаете, как какое-то вот это вот, потому что я помню, там пешая прогулка, прогулка, что-то ли в 8, то ли в 9 утра, я говорю, какая пешая прогулка, какое, что-то там такое, это, ну, знаете, такая программа, особенно Париж, я вот так вот пять раз была вот по этой путёвке, знаете, в этом отеле, а там, знаете, была программа, такая парижская вообще, ну, это, наверное, интересно, поэтому, там, наверное, кто по этой программе, по-парижской, вот так вот сходит целый день, знаете, к вечеру уже никаких там, не до шалости, они, знаете, спать, а с утра опять подъем, опять экскурсии, так, в принципе, реально целую неделю, точно не могу сказать, я не была ни на одной там, на столе, нет, с ними ни на одной не было, ну, вот, может, там какие-то бесплатные, может, там какие-то платные ходили, вообще не, вообще даже не знаю, так что, вот, так, о чём, что я там ещё, например, набрала, знаете, перестановочка у меня сегодня, так, а, ну, я ещё говорила про трой, что, понимаете, вот, перестановочка, что и о книжке, знаете, вот, книжке, ну, вообще, то есть, такому, как красоту-красоту, белыми подрывают, думаю, белками, душу-пежим воздухом, ну, послаждают собой природой, погодой, и вообще книжками, вообще жемчужиной ещё, знаете, читаю книги из моей библиотеки, «Позитивное мышление и смежные науки», вот, я сюда, уже на половину, видите, как же подвинулась, туда хочу, ведь, в своём поместье, туда всё, вбинулся трон, трон, и буду как-то, чтобы это красиво, ещё, знаете, что-то, что-то, что-то суперкрасиво было, вот, а ещё уговорила, сравнивала бы эту женщину, Париж-Париж в этой квартире, говорила, что я тоже такой стиль люблю, даже, когда-то красивой мебель, знаете, тоже такая, в общем, любит мебель, вот, почему-то такое, красивое, вот, поэтому и вам я запомнила, меня это привлекло, потому что, какие-то букеты, и такая, вообще, вот такая вот, Париж-Париж, а, ещё вот, обратите внимание, как она, ей же не 18 лет, вот, что я на этом видео ещё говорила, смотрите, внимание, она же не 18, вот, а как она вот одета, какие-то штуки на ней, такая вот, она как-то что-то показывает, очень, как-то манка, интересно, в общем, ну, да, да, и она вообще даже привлекает, ну, наверное, как там ещё повторюсь, сказать, что вот этим всеми, сервировать, понимаете, наверное, если она приглашает определенного круга гостей, она не может, например, подать какой-то бокал, для какого-то такого шампанского, а не вина, по верхней агенте, потом будут надеюсь, что-нибудь такое говорить, ну, вы поняли, да, то есть, наверное, как-то это вот какое дело, она вообще специалист по этому этикету, поэтому всё должно быть там специальные вилочки, ножички, вот это венок к этому бокалу, вот это вот то, уходит по сколько, потом могут что-то такое о ней говорить, вот, но меня она привлекла, конечно, другим, своим таком, квартиры, манеры какой-то, сама как-то вообще такая, кажется, очень много и вы поняли, да, А, еще хотела сказать, что в Париже, в этом видео еще говорила, что в Париже, если, например, в кафешках там в центре сидишь, в небольших кафешке заходишь, там кафешек много, ну вот, заказываешь там салат, люди там сидят, общаются, парижская атмосфера, ну не хочу сказать, что каких-то таких женщин много, ну вообще, понимаете, то есть атмосфера Парижа, вот эти люди, в общем, иностранцы, в общем, в основном, они такой средний возраст, ну разные, молодые, средний возраст, средний марий, они такие вот, ну, как бы я так и сказала, знаете, вот, не такие, ну, точно не могу сказать, я же особо не общалась, а вот так со стороны, знаете, такие open-minded, такие как-то более расслабленные, как-то вот эти вот, ну, в общем, как-то вот так, вот, атмосфера, знаете, пришли, вот эти кафешки, рестораны, беседы, бокал, знаете, бокал вина, там, это, не чашечка, даже с утра, понимаете, уже принято, даже с утра, там, чашечка кофе, круассан, туда вот, и наслаждаться, понимаете, наверное, оттуда из Париж в Париж пришло, зачем же они это делают, они себя красиво украшают, понимаете, выходят в эту кафешку, вот, садятся там, или внутри, снаружи, в зависимости от погоды, вот, и наслаждаются, понимаете, атмосферой, красотой, в Париж, также на людей смотрят, то есть, понимаете, они вот, вот, как бы, наслаждаются, ну, плюс-минус, да, то есть, я, как бы, немножко так обобщаю, конечно, не знаю, вот, кто-то, кто-то там по делам, кому-то, может быть, делать нечего, как-то привычка, вот, ну, как говорится, можно так сказать, что, в принципе, там есть, чем насладиться, понимаете, и Парижем этими улочками, и чистотой, и французским редуком, и, в общем, все такие, понимаете, достаточно, вот, я, как бы, была, знаете, вежливые, такие, голландные, вежливые, в общем, как-то, как-то вот так вот, ну, если, вот, как-то, в общем, да, в общем, да. Кстати, между прочим, тоже самое касается и маленьких городов, я была в Германии еще, Бостон, Кёльн, Бостон, маленькие городки, маленькие кафешки, там, примерно, то же самое, но, может, немножко другая атмосфера, но вот в этих маленьких городишках, где-то, вот, собор, как бы, и Италия, понимаете, так же, вот, тоже в Италии, тоже, знаете, итальянцам, такие, вот, то есть, понимаете, как-то другая атмосфера, понимаете, это не, как-то вот, я уже на одном тоже видео рассказывала, когда вы летаешь из Санкт-Петербурга туда, Лондон, как там, Санкт-Петербург, Лондон, Лондон, Нью-Йорк, на одном видео, на нескольких я рассказывала, уже чувствуешь эту атмосферу, это люди, это British Airways, это уже летят иностранцы, это другая атмосфера, когда ты уже прилетаешь, что-то, аэропорт, понимаете, это уже, уже, уже как-то, уже по-другому, это уже не Россия, вот, это, ну, я даже не знаю, стоит ли я вам говорить, вот это вот, это не вот это какая-то там, а идти куда пошла, там, еще что-то такое, ну, в общем, как-то вот на одном видео там рассказывала, да? То есть, это будет, наверное, нонсенс, если бы кто-то что-то там хотел, поговорил, спросил, а потом как-то вот, ну, я предполагаю, что, наверное, там тоже есть разные люди, люди вообще в принципе разные, я просто думала, что просто процент, процентич, процентич, наверное, разные, вот. Знаете, как, знаете, как, знаете, вот какая-то есть такая покрытая, А я вот это вот сравнила, вот этот вот дух, понимаете, вот когда уже сел в этот самолет, в общем, говорю, что в иностранных авиалиниях летишь там, ну, это все равно я могу сравнить, это и даже Финляндию, в Швецию я летала. Чикаго. Последний раз, как я салманана летала через Чикаго. Чикаго, знаете, последняя, моя последняя поездка, последняя, я была в 2009 году, в Лас-Вегасе, и я летела в Санкт-Петербург, Чикаго, Санкт-Петербург, Чикаго, Лас-Вегас. Так что, я не могла даже предположить, потому что Чикаго, она славится никогда в Чикаго не была. По-моему, это Чикаго был, это вот эти гансы какие-то, еще что-то такое. Я вам советую, если вы летите в Санкт-Петербург, Лас-Вегасе, лететь не через Чикаго. Потому что там такая тетенька была придирчивая, она задавала мне вопросы, вопросы, а теперь я понимаю, потому что я вышла в этом Чикаго. Ну вот. Ну да, она такая, здрасте, здрасте, вы в Чикаго, что будете делать дальше, и так далее, ваши планы. Ну, вы поняли, да? В Нью-Йорке такого не задавали. В Нью-Йорке как-то вот это вот, да, это Чикаго, я совсем, я как-то, знаете, не смыкнула. То есть, вам вот такую вот, можете себе вот сделать такую пометочку, что, ну, это мое такое предположение, что Чикаго, оно и из Чикаго. И, наверное, эта женщина предполагала, вы вот ходите через контроль, вы пройдете через контроль, а вы, может быть, выйдете в Чикаго, я, может быть, не полечу в Лас-Вегасе, правильно? Откуда же она знала? Я прохожу паспортный контроль, я показываю ей паспорт, они не выпускали. Я вышла в Чикаго, а там эти, в шляпах. Поэтому, я теперь поняла, поэтому она всеми говорит, а вы куда, а вы чего, а вы вот это, и такая тетенька килограммов сто, наверное, знаете, вот это, знаете, такая, такая тетенька, такая мощная, такая мощная по-американски, знаете, такая средних лет, и не знаете, какая тетенька, такая тетенька, мощная средних лет, знаете, такая у нее, такая тетенька, ну да, я теперь поняла, вот, так что вот. Век живи, век учи. Через Чикаго. Она и подумала, я думаю, чего она мне все какие-то вопросы задает, вы будете с вашим вот это что-то там, вот это, то есть, понимаете, там, да, вот это то, а вот это все. Какая-то фигня. А скажите мне вот эту фигню? Ну, и Татьяна Салмановна даже не предполагала, что она полетит обратно. Татьяна Салмановна вновь манила Лас-Вегас. Татьяна Салмановна любит огни, понимаете, вот эти огни, понимаете, я уже там деньги заплатила, понимаете, вот это с билетами, в общем, все такое. Нет, я даже и предположить не могла, когда она мне какие-то вопросы стала задавать, я думаю, ну а что? Она задает, я ей ответила, а что не ответить-то? Я же лечу, я лечу туда, вот это, чего, у меня вот это, вот это, чего, у меня все нормально по документам. Я просто, как бы, да, немножко не предположила, что это было Чикаго, вот. Она просто подумала, что я ей говорю Лас-Вегас, а на самом деле сейчас выйду в Чикаго, понимаете, вот это вот. И свистну там кого-нибудь. Это я шучу, понимаете, это я шучу, но, понимаете, вот это ее манера была, вот скажите вот это, а скажите то, я думаю, ну это вообще. Ну это вообще охренеть, я думаю, ну это вообще охренеть, вообще сразу. Ну да, такая мощная тетяка, такая мощная, ну да. Кстати, ее стол стоял сразу справа, как входишь в эту штуку, там к вам еще было что-то там. Справа, не знаете, как входишь, справа, а я слева сидела. Справа, она сразу, знаете, как входишь, справа, а я слева. Так что, как сейчас помню. Ну да. Скажите то, скажите. А что не ответила? А Татьяна Салмановна ей ответила. Ну да. Ну я что, я говорю про это Чикаго. Я Чикаго, Лас-Вегас. Чикаго, Лас-Вегас и обратно. В общем, 10 дней, там 10 или 12 была. Это было, это было январь 2009 года. Вот. Вот такие дела. Мне все очень понравилось. У вас, Лас-Вегас вообще все шикарно, все было шикарно. Ну, кроме вот этой вот тетеньки, которая в принципе, я вам хочу сказать, что если вы вот так вот поведете билеты, на самом деле, я так понимаю, там у них фейс-контроль, я так понимаю, что, знаете, это как, я даже не знаю, с чем это сравнить. То есть ее вопросы были такие достаточно жесткие. И я так понимаю, что у них в принципе есть какое-то вот такое право. Ну вы поняли, да, мы не будем даже каких-то вот этих вот говорить. То есть, в общем, вы поняли, да, то есть на самом деле. Вот это вот Чикаго, вот это вот Чикаго. Так что, ну, а когда обратно летишь, обратно вопрос помню, никто не знал. А что обратно? Обратно уже летишь, обратно уже, я летела обратно в Россию, опять, наверное, через Чикаго. Обратно я не помню. Через чего я летела обратно, я не помню. Наверное, также через Чикаго. Просто билет был такой. Я же смотрела по банджету. И покупала я этот билет с моей банковской карты Bank of America. Bank of America была Александрова Статьяна Юрьевна. Так что вот, у меня была такая карта Bank of America много лет. С моей карты я ее заплатила и оплатила билет. А смотрела я самые, ну, по баджету, понимаете, я смотрела по баджету. И вот вам этот баджет, понимаете, тут тетенька. Там было все великолепно, кроме вот этой тетеньки, которая, в общем, ну, вы поняли, да? Вот так я возьму вас. И просто на те времена, по тем временам, я же тогда собиралась, понимаете, получить американский паспорт, понимаете? Там должно было быть все четко у меня. Я же собиралась получить, у меня была permanent green card. Я же летела по постоянной, у меня же я была, как там, permanent green card. Я летела же не просто так. Знаете, я летела не просто не по визе, не по вот этой, не по временной green card. Я летела по постоянной green card. Вы поняли, да? По постоянной green card на 16-14 лет. Вот, я летела. И, в принципе, я собиралась, в принципе, через какое-то время получить американский паспорт. Так что, честно говоря, даже и не поняла вообще этих вопросов. Потому что я летела по документу, по официальному документу. Постоянная green card, в общем, ну, вы поняли, да? То есть еще какие-то эти вопросы были совершенно... Одно дело, одно дело, если лететься по какой-то там визе просто, понимаете, там туристик виза или какая-то там, что-то непонятное такое. Ну, ладно, в общем, ладно. В общем, такие, такие, такие некоторые нюансы. Уже, наверное, уже видите, как темнеет. Ох, уже темнеет, уже сейчас буду кричать. Надеюсь, компьютер заснял плейз, заснял это видео. Так что, в общем, с вами я, Статина Салманова Александровна Штубина. Ну, на сегодня, наверное, уже и времени, уже, уже, уже и времени, да? Вжигаясь, вжигаясь завтра, вжигаясь завтра. Уже времени много, время шепчет. Вжигаясь. Ох, и такая, просто такая феерическая звезда. Смотрите, какие белые ночи, белые ночи. Продолжение следует. Продолжение следует...